Итак, сначала крик души блогера Дмитрия Кудрина из так называемого низшего интернета. Это если кто еще не знает, то сейчас в российском сегменте такая новая тенденция. Некоторые блогеры, а я сделаю об этом еще отдельный ролик, до такой степени вознеслись до небес, что они теперь разделили российский интернет на высших блогеров, низших и еще каких-то совсем из касты неприкасаемых так называемые замкадыши. Ну то есть если человек не живет в Москва-Питере, то он вообще в общем-то не человек, если говорить по-немецки «unter mensch», то есть ниже, чем человек. И вот это его состояние, нечеловеческое, определяется количеством его подписчиков. Если у него 2000 подписчиков или 5, он вообще здесь рот открывать не должен. А вот если у него 50, 100 и так далее. Вообще, кстати, мне было бы интересно знать, с какого количества подписчиков человек переходит в этот высший интернет, так сказать. И, кстати, могу ли я, например, со 157 тысячами подписчиков что-то говорить? Или мне нужно сначала у кого-то спросить разрешение? Потому что человек такого уровня, с таким количеством доверия уже и такого количества подписчиков, просто так нагло... Сколько у него подписчиков? На тот момент было 160, где-то 150, а сейчас уже 190. У тебя сколько подписчиков для региона? У меня там что-то 2000 с чем-то. 2000 с чем-то. И ты решил, что ты со своими 2000 подписчиками, которые тебе доверяют, сомневаться не в деятельности, даже сомневаться в словах человека, которому доверяют 200. Я не рассчитывал даже на то, что меня подписчики поддерживают. Кто тебе дал право обсуждать такие вот... Кто ты есть? Кем ты себя возомнил, скажи мне? Итак, вы слышали, да, что происходит в России? Есть высшие блогеры, низшие человека с 2000 подписчиков, какие-то два гандона, опускают как маленького мальчика, потому что у него 2000 подписчиков. Он не имеет права обсуждать блоги с 200 тысячами. Понятно? Такая вот история. Так вот, человек из этой низшей касты, Дмитрий Кудрин, у него, кажется, 2000, у него такой крик души по поводу списка «Быть или». Я не высказывался по поводу этого списка. Видимо, сейчас пришло время об этом поговорить. Вот эта команда, которая записана у блогера «Быть или» в списке, она, за исключением всего лишь двух блогеров, по ситуации с Вадимом личное мнение, заняла одну и ту же позицию. То есть, это позиция молчания, либо молчания, либо какой-то слабой поддержки. Никто из этого списка «Быть или» помимо двух блогеров не усомнился или даже, так скажем, не осмелился высказать иную-иную точку зрения на эту ситуацию. Все как один, хором, как по команде, озвучили именно то, что сказал Вадим, что якобы на него напали, что его порезали, подрезали, стреляли, три огнестрелок, он как говорит, и что ему нужны очень-очень много денег, потому что операция очень-очень дорогая. И он поехал лечиться, и все вот эти блогеры из списка «Быть или» не подвергли никакому сомнению весь этот рассказ Вадима личного мнения. Повторяюсь, за исключением всего лишь двух блогеров, Тихого Барина и Белого Барина, все эти блогеры из списка «Быть или» накинулись на тех, кто подверг сомнению рассказ Вадима личного мнения. Итак, вы слышали мнение Дмитрия. Он, естественно, чувствует себя несколько обиженным, и я его вполне могу понять. Мало того, что мелких блогеров записали в какой-то ниши интернет, еще и запрещают высказываться, а кроме всего прочего есть и так называемые элитные списки. Речь все еще о списке «Быть или». Если вы не в курсе, канал «Быть или» перечислил какие-то каналы. По каким критериям он выбирал туда людей, я, кстати, тоже там оказался, я не знаю, спросите у самого «Быть или». Я абсолютно уверен, что просто канал «Быть или» опубликовал список своих собственных интересов и предпочтений. Меня лично не спрашивали, хочу ли я в каком-то списке находиться, готов ли я к какой-то группе примкнуть. Сразу говорю, не хочу и не готов. Я законченный индивидуалист, всегда таким был и останусь. Никаким движением я себя не причисляю, и более того, я себя даже оппозиционным блогером не считаю. То, чем я занимаюсь на YouTube, называется по-другому, но сейчас не об этом. Так как меня не спросили, то я думаю, что и никого не спросили, кто находится в этом списке. Если хотите совсем уж знать мое мнение по этому поводу, то это было чистой воды позерства. Потому что никакого эффекта от этого списка не было. Я расскажу, как это было в моем случае. Вдруг неожиданно стали появляться люди, которые стали писать «Я от «Быть или» подписываюсь», «Привет от «Быть или». Потом, через несколько дней, эти же самые люди или другие мне незнакомые стали писать «Быть или» меня попросил, я подписался, но ты мне не нравишься, так что пока». Наблюдая всю эту катавасию, я не мог понять, что происходит. Спрашивал, вас кто-то сюда звал, какого черта вы мне рассказываете про какие-то подписки по просьбе, а теперь отписки, к чему все это. А на статистике канала проявилось следующее. YouTube зафиксировал необычную аномалию в качестве активности подписки, а затем резкий ее скачок вниз. Хорошо, что YouTube на этот раз не обратил на это внимание, но по большому счету YouTube это очень не нравится, они против вот таких ангажированных акций. И могут последовать даже санкции на канал, если подобное повторится, так как мы знаем, существует возможность просто за деньги подписать себе какое-то количество несуществующих людей. Это не активные подписчики, и они, еще раз говорю, приходят, либо находятся на канале, либо уходят, но самое главное, на количестве просмотров это никак не отражается. А канал, как мы понимаем, зарабатывает только на количестве просмотров, неважно, сколько у тебя подписчиков. Теперь следующее, что я хотел бы сказать Дмитрию Кудрину. Да, есть более крупные каналы, есть мелкие каналы. Лично я категорично против какого-то деления на низших, высших. И сейчас уже очень многие шутят по этому поводу и правильно делают. Количество подписчиков вообще ни о чем не говорит. Единственное, о чем она может говорить, это только о том, что человек долго находится на YouTube. Или он больше времени посвящает своему каналу только об этом. И совершенно не говорит о качестве канала. Если у какого-то канала много подписчиков, это не значит, что у него какая-то сильно глубокая аналитика. Или он обладает какими-то особыми талантами. Вот это точно об этом не говорит. Мое наблюдение говорит мне обратное. Как раз таки, чем серьезнее аналитика, чем глубже мысли, а это значит, такого человека сложнее воспринимать. На таких каналах мало подписчиков. А чем проще, чем меньше уровень образования блогера, легко собирается огромная команда. Потому что люди, к сожалению, и это тенденция нашего времени, не умнеют, а тупеют. Так что, быть или, конечно, крупный канал, он бросается в глаза своей маской. Тут еще, может быть, кто-то фантазирует, так сказать. Какая-нибудь мистерия, тайна еще прибавляет ему лишних баллов. Но от того, что у него крупный канал, это не значит, что его мнение, вот конкретно мнение быть или, имеет какой-то особый вес. Если для кого-то имеет, ну отлично. Но далеко не для всех. Вот это я хотел сказать. И, кстати, я хотел обратить внимание вот на что. Все время вот эта тройка идет в какой-то одной упряжке. И именно они на акцию быть или тут же поспешили выступить сердечными словами благодарности. И они же сразу расположили этот список по первой команде. Но это же быть и сказал. Это же что-то такое особенное. Естественно, в этих списках они убрали тех, с кем они не согласны, даже если, быть, или настаивал на своем списке. Так что пуш. То есть эта история не стоит выеденного яйца. Человек не может ручаться за того, кого он, а, не уважает, б, не знает. Когда я просмотрел этот список, оказалось, что я знаю от силы двоих и троих, за кого лично я мог бы поручиться. Все остальные для меня буквально темные лошадки. Ну, а что касается истории с Вадимом Харченко, как вы понимаете, здесь мы наблюдаем известную российскую поговорку. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Поэтому, если Дмитрий Кудрин спрашивает, почему крупные блогеры не высказались против Вадима Харченко, именно поэтому, потому что давно эти ребята дружат и всегда будут поддерживать друг друга, даже если у них есть какие-то подозрения в отношении Вадима Харченко. Еще раз, кто собирал и собирает донаты, выступать против Вадима Харченко не будут. Я свободен от этого, поэтому я могу называть вещи своими именами. И остальные, так называемые мелкие блогеры, им тоже как бы терять нечего, поэтому они в этой истории тут же отреагировали. Кстати, наверное, Дмитрий Кудрин еще не видел его последнего ролика, а я видел и скажу следующее. Очередные возгласы, мне ничего не стоит ответить на вопросы, это займет от силы минут 10 и дальше 30 минут разговоров ни о чем. Вадим Харченко показывает нам свои старые шрамы, в очередной раз пытаясь нас впечатлить, что он Супермен, но мы это и так уже после его истории давным-давно поняли. Я же сказал, это самый крутой мужик в России. Его возглас, дескать, если вот у тебя нет столько ножевых, то ты вообще даже о ножевых и рассуждать не имеешь права. Вот когда будут как у меня, тогда и скажешь. То есть, естественно, с забалтывания проблемы вывод в этой истории такой. Господа, сколько бы мы не ловили этого человека на лжи. Человек, который обманывает не первый раз. Все заподозрили его в обмане еще тогда с истории о сожженной машине. На этот раз все было серьезнее, он привлек внимание большого количества людей. Эти люди, в том числе профессионалы, как и мы, усомнились в правдивости его слов и аргументировали свои сомнения. Но подобного типа человек никогда не признается в своей лжи. Никогда. Потому что ему нужен этот канал, и он пытается сохранить свое так называемое «честное имя» давным-давно в кавычках. В следующий раз он будет осторожнее, будет придумывать свои истории тоньше, но все равно будет пытаться залезть в ваш карман. Это мое мнение, вот такое мое мнение, которое ни на секунду не поколебалось после очередного сеанса развешивания лапши. Самый главный факт, что человек собирал на дорогостоящее лечение и операцию, но не было никакой операции и никакого дорогостоящего лечения остался. Поэтому все рассказы и разговоры о том, что он привлечет каких-то людей, которые сидели с ним в очереди, о том, что у него есть запись каких-то разговоров в травмпункте и так далее, ребята, это все ни о чем. Он собирал на дорогостоящее лечение и на операцию. Это точка, господа. Все последующие ролики будут пытаться изо всех сил вас переубедить и перенаправить ваше внимание в другую сторону. На его характер, на его подвиги, на еще что-нибудь. Он начнет обсуждать других блогеров, но самое главное, он не отвечает на вопрос, куда пошли деньги подписчиков, на что он собирал все эти миллионы рублей. Есть еще один интересный момент. На этот раз Вадим начал угрожать. Теперь он угрожает всем блогерам, толсто им намекая, что якобы у него есть даже два адвоката, которые независимо от его желания могут подать на вас в суд за не то клевету, не то оскорбление, там, чувств достоинства и бля-бля-бля. То есть этот несчастный слесарь из Краснодара, наверное, с тремя классами образования, он до сих пор думает, что вот эта большая масса людей, которые его слушают, это такие же, на таком же уровне находящиеся люди. То есть они должны поверить, что адвокат действует без ведома своего клиента или мандата, как у нас говорят, что, конечно же, никогда не происходит. Адвокат всегда действует только, если клиент изъявит на это желание. Поэтому уже в этом, в очередной раз он врет. И еще момент, вот о чем говорят мне адвокаты. Ты не хочешь в отношении них, даже не ты, а мы сами будем это делать, 10 роликов, 5 роликов. Вот по каждому обращение. Вот 11, к примеру, заявлений о защите чести и достоинства и 11 заявлений по каждому ролику о клевете, по уголовной статье. Я не знаю, как там следствие засунет это все в одно дело, как эпизоды, или по каждому. Не знаю. Но вот такие предложения от адвокатов у меня просто валятся. Вот выкатят 5 миллионов рублей за 5 роликов и до конца жизни будут платить. Потому что я уже сказал адвокатам, что я вот с этого копейки не возьму. Плевать мне на это. Вот если мы так сделаем, то вот сколько ты там отсудишь, все твое. А за эти деньги они жопы порвут. Знаете ли, как наказание. Знаете ли, как наказание. Теперь он начал играть на страхе. Закройте свой рот. Молчите. Не говорите ничего иначе. Миллион рублей штрафа и так далее. Я думаю, что эта фигура должна стать просто смехотворной. Этот идиот даже не понимает простой элементарной вещи. Что если он на кого-то подаст в суд, это обозначает, передайте этому сантехнику из Краснодара, что это обозначает, что тот человек будет защищаться. И его адвокат, этот человек будут иметь право засунуть свой нос полностью в это дело. И это значит, что все детали этой дутой истории станут еще быстрее известны всему публичному пространству. Давай так, что, Вадимка, чем ты быстрее начнешь подавать на блогеров, тем быстрее выяснится твое вранье. Потому что еще раз, тогда у них будет прямой доступ к твоему делу. Надеюсь, это понятно. А сомневаться в словах человека, выступившего на такую большую аудиторию и собравшего столько много денег, имеем право мы все. Независимо от того, в каких бы списках мы не состояли, какое там у нас число подписчиков, относимся ли мы к высшему российскому интернету или к низшему, или вот такие, как я, не относимся вообще никакой бригаде. Мы имеем право задавать вопросы и ставить под сомнение подобные акции, хотя бы для того, чтобы предупредить людей в следующий раз ни в чем подобном не участвовать. Если вы видите, что вас пытаются развести на эмоции, что вам рассказывают какие-то сказки не просто для того, чтобы с вами пообщаться и рассказать о своем ночном приключении, а исключительно для того, чтобы вы отдали свои деньги, вот в этот момент скажите стоп, кто бы не был этот человек. Вот это мой призыв, и он таким останется. В конце еще пару слов Дмитрию Кудрину. Вот эти блогеры, которые там существуют и которые в ситуацию с Вадимом в личное мнение не освещали, они для меня практически умерли, как блогеры. Их не существует. Юрий Гимельфар, пока, пока. Все. Больше я не ногой на ваш канал, потому что вы доказали, что вы управляемые блогеры. То есть была проведена очень шикарная операция. Вполне возможно, что ее провел Сергей Владиленович Кириенко по команде Путина. Ну, вполне, а почему бы и нет? Или по команде Суркова. Он сказал, а можно ли нам создать управляемые блогеры? То есть они попытались под видом оппозиционных блогеров создать такой блок. Создали список вот этих оппозиционных блогеров. И все. И эти оппозиционные блогеры теперь действуют ровно по команде. Вот была команда говорить про Быть Или только хорошее. Они говорят. Была команда не говорить про Бэткомедианта, что он политический блогер. Не говорили. Была команда, поступила команда сказать про Бэткомедианта, стали говорить и так далее, и тому подобное. И проводимое личное мнение то же самое. То есть мы убедились, что этот список Быть Или действует по команде. Это управляемые блогеры. У этих управляемых блогеров, у этого списка есть какой-то координационный центр, который выдает методички. О чем говорить, что можно говорить, чего нельзя говорить. Если какой-то блогер из этого списка начнет выеживаться, как тихий барин, на него начинается атака. Всякие никичи, иллюминаты и прочие накидываются на него со страшной силой. Мое мнение. Никто не покупал, никто не может направить ни в какое русло, куда бы меня записали, или откуда бы меня вычеркнули, мне на это глубоко все равно. Я думаю, что таких, как я, здесь большинство. Есть ангажированные блогеры, мы знаем даже их, мы знаем, кем они финансируются, с каких источников, но все-таки стоит спросить у каждого индивидуально. И тогда, возможно, все из этого списка расскажут тебе историю о том, что как они туда попали, по каким параметрам, они и сами этого не знают. Пока всем снимайте с ушей Вадимовскую лапшу. Она плохого качества. Питаться ей вредно для здоровья. Это широко известный в узких кругах блогер Вадим. Он же личное мнение, он же гроза казаков, он же Багира с каналу Балу и кто-то там еще. Вадим очень неравнодушный человек, с активной гражданской позицией. Он всю жизнь в одиночку противостоит силам зла, кровавому режиму и лично фюреру Рейха. Поэтому, когда ему звонят незнакомые люди и предлагают встретиться ночью в уединенном месте для обмена архивами ЦП, он, конечно же, сразу все бросает и едет. Но в этот раз что-то пошло не так. Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо. Я ведь был один. Совсем один. Он первый раз выстрелил в сторону лица. Первый раз, я так понимаю, не попал. После этого выстрела сразу темно, вспышка. Он выстрелил один раз мимо, выстрелил на второй раз, попал в районе, ну, вы увидите все эти фотографии, да, в районе селезенки. И точно так же попал третий выстрел в этот момент. Я уже его сбил с ног, ну, как говорят. Но как бы там ни было, Вадиму теперь нужны деньги. И ему нужны деньги. Ему всегда нужны деньги. Он всемогущий, совершенный, всезнающий, наимудрейший. Вот только с деньгами непорядок. И он, конечно же, их получает. Оппозиционно настроенные россияне думают, что источник всех их бед это кровавый режим или непосредственно Владимир Владимирович. Но по факту, чтобы их обкрадывать или обманывать, не нужны никакие президенты, министерства, ведомства или что-то в этом духе. Все это хорошо получается и у простого краснодарского бомжа. Поэтому, когда вам в очередной раз рассказывают про справедливость и прекрасную Россию будущего, то просто подумайте, кому эта Россия вообще нужна и кому вы все нужны. Единственная цель любого вменяемого человека в этой стране срубить банк и свалить отсюда к чертовой матери. И для этого он будет рассказывать что угодно и ломать любую комедию. А недееспособные дегенераты продолжат и дальше отдавать первому встречному шарлатану свои последние деньги. Все ради революции. Все ради народа.